Расширить муниципальную аптечную сеть, организовать выезды детей-инвалидов в загородные лагеря, повысить доступность к городской среде. Эти и многие другие задачи социальной политики города сегодня обсудили с соцработниками и общественниками. Главный приоритет по-прежнему выполнять все социальные обязательства перед жителями и оказывать качественную помощь. Подробнее Вероника Иванова. Этот макет из дерева позволит незрячим знакомиться с окружающим миром. Помочь слабовидящим детям и подросткам готовы новосибирские школьники. Этот конструктор полезен будет для детей с обычным зрением и для детей с проблемами со зрением. Этот конструктор поможет им развить некую моторику, также познакомиться с архитектурным направлением. Решать социальные проблемы качественно, адресно, отвечая на потребности. Задача департамента по социальной политике мэрии. За 2016 год нами обслужено более 78 тысяч человек. Им оказано около 6 миллионов социальных услуг. На надумном социальном обслуживании более 7 тысяч пожилых граждан и инвалидов получили около 3 миллионов услуг. Нуждающиеся могут получить любые виды помощи. Организовано горячее питание, выдают продуктовые наборы. Муниципальная аптечная сеть и ее филиалы социальных цен позволили сэкономить покупателям 23 миллиона рублей. Ведь препараты продают здесь с минимальной торговой надбавкой. Сейчас аптечная сеть готовится к открытию многопрофильного медицинского центра. Титова-1, там где раньше был отдел ортопедии, сейчас отдел ортопедии переехал в саму аптеку. И там у нас теперь отдельный большой зал, а вот на месте этого помещения у нас будет медицинский центр. Продолжат в нынешнем году и работу по устройству в семье детей, оставшихся без попечения родителей. Организуют и загородный отдых для детей с ограниченными возможностями. Нам удалось провести специальную профильную смену для детей, подростков, инвалидов возрасте от 14 до 18 лет, которые самостоятельно, без родителей, на протяжении 10 дней участвовали в загородном выезде в лагерь. В этом году в Новосибирске снова пройдет форум «Город безграничных возможностей». В этом направлении наш город стал пионером, открыто и честно обсуждая эту непростую тему. Но главное, что в таком обсуждении находят решение проблем. Вероника Иванова, Олег Мощевитин, Новосибирские новости.